Информационную картину дня, как всегда, дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте! Хорошие вести пришли из Эвпатории, со Всероссийского фестиваля среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Там собрались атлеты из 68 регионов страны. В программе было 8 видов. На счету спортсменов Удмуртии в итоге три медали. Золото у пловца Андрея Коркина, серебро у легкоатлета Владимира Медведева, бронзу в турнире по пауэрлифтингу завоевала Надежда Шутова. Теперь новости бильярдного спорта. В Ижевске прошел очередной пятый этап открытого Кубка города, который был проведен при поддержке Федерации бильярдного спорта Удмуртии. Участников собралось около 50 человек. Победителем турнира в итоге стал Алексей Пушкарев. Второе и третье места у Анны Байдала и Ивана Мерзлякова. Определили победители и участники чемпионата Удмуртии по мини-футболу среди инвалидов по слуху, в котором приняли участие спортсмены из Ижевска, Водкинска, Можги, Сарапула. Кто стал в итоге обладателем золотых наград, сейчас расскажем. Евгений Богданов, спортсмен-универсал, хорошо бегает на лыжах, играет в волейбол, хоккей и, конечно, футбол. Его точные пасы не раз выручали команду из ГТУ на турнирах. Евгений уверен, помогут и сейчас в борьбе за победу. Команда очень сильная, ну не все, конечно, но некоторые команды очень сильные. Мы упорно трудились, тренировались. У меня команда уже вроде как старая, мы с ними знакомы уже. Тактику мы уже знаем, все обучили, все изучили. Мы будем надеяться, что победа обернется к нам. Футбол любит играть все участники этого старта. Говорят, с каждым годом конкуренция на республиканских турнирах все жестче. Появляется молодежь перспективная и амбициозная, как молодежь из команды Сарапова и Можги. Но ветеранов и наставников это только радует. Футбол – это один из любимых видов спорта ухих. И сегодня принимают участие шесть команд. Это дети из коррекционных школ-интернатов, студенты из ГТУ и Сараповского колледжа, а также рабочие механического завода и концерна калашников. С золота досталось команде концерт калашников. И футболисты, а также их наставник в этом перед началом турнира не сомневались. Наши сильные команды, мы справляемся хорошо. На победу настроены? Да. Серебро у футболистов из ГТУ «Бронза» у команды Сараповского колледжа инвалидов. В следующий раз соберутся все вместе они на городском открытом первенстве. А в так называемой межсезонье они все будут выступать на соревнованиях и по легкой атлетике, и настольному теннису, а кто-то и в силовых видах спорта. И о бадминтоне. В Казани прошел всероссийский юношеский турнир Кубок имени Валиева. В десятку сильнейших попали наши спортсмены. Это Вячеслав Чумаков и Владислав Матвеев. В смешанном и парном разрядах пробились топ-16 Чумаков и Александра Козырева. В Ижевске появился еще один новый стадион, расположенный он на территории 32-й школы. Помимо спортивного ядра с современными синтетическими дорожками, там есть иниверсальный гимнастический комплекс и игровая площадка. Наша съемочная группа там сегодня побывала. Искусственный футбольный газон, игровая площадка, новые беговые дорожки. Старшеклассники с неохотой теперь вспоминают, как еще год назад гоняли мяч по пустырю. Мы сейчас занимаемся на самом лучшем стадионе, мы сейчас занимаемся на новых беговых дорожках. И наши учителя физкультуры делают все самое лучшее и учат нас так, чтобы мы были сильными в будущей жизни и все у нас состоялось. Стадион, дорожки, появилась площадка. Раньше мы и утились тут, когда, например, у нас начальная школа выходит, я выхожу с классом иногда, да. А сейчас мы вот все размещены. То есть, ну, мы заранее договариваемся, один метание проводит, кто-то 100 метров проводит. Любовь Викторовна с начальной школы великолепно там на площадке разместилась. В 32-й школе 35 специализированных спортивных классов. Учатся здесь пловцы, гимнасты, хоккеисты, легкоатлеты. В следующем году откроются классы футбольные. Будут здесь развивать и пожарно-прикладной спорт. Такой класс, я думаю, будет фишковым. Потому что дети, которые попадут в этот класс, они должны хорошо плавать, хорошо бегать. Это дети должны быть сильными. Это должно быть правильное воспитание в семье, патриотическое воспитание. Потому что пожарно-прикладной спорт, в первую очередь, это наша безопасность. Новый стадион даст новый толчок к развитию юношеского и массового спорта в Устиновском районе Ижевска. Это место для занятий не только каким-то видом спорта, а самое главное – это физической культурой. Абсолютно для всех детей. Стадион наш так и называется – стадион для всех. Вот такие объекты, они должны быть, ну я не знаю, как фишка, для всех абсолютно жителей, которые проживают вот вблизи такого стадиона. Для того, чтобы это их привлекало к занятиям физической культуры и спортом. Жизнь и здоровье человека в его руках. И самое главное – ворота стадиона никогда не будут запираться. Вход на арену для всех желающих и абсолютно бесплатный. Музей спортивной славы 32-й Ижевской школе исполняется в этом году 30 лет. Здесь есть фотографии звезд, их медали и кубки. В музее собрано много интересного материала. Сотни экспонатов. Экспозиция постоянно пополняется и вызывает у горожан большой интерес. Директор музея и школы уверены – посещений и записей в журнале отзывов музея спорта еще прибавится. И информация для легкоатлетов. Кросс включен в программу юношеских олимпийских игр, которые пройдут в октябре 2018 года в столице Аргентины. Этот вид программы обязательный. Помимо кросса участникам нужно будет пробежать на выбор 1500-3000 метров или 2 километра с препятствиями. Победитель будет определен по наименьшей сумме мест в двух видах. И еще небольшой анонс. Завтра в Ижевске стартует всероссийский турнир по волейболу. Участвуют женские команды из Ижевска, Казани, Череповца, Перми. 22 сентября наш клуб «Италмаз» ИЖГТУ играет в 17.30. В субботу в 11.30 и в 17.30. Финал в воскресенье в 11.30. Вход в зал свободный. Приходите и поддержите «Ижевчанок». На этом я с вами прощаюсь. До встречи.